This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Лев Толстой. Детство. Глава 4. Классы. Карл Иванович был очень не в духе. Это было заметно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод, и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означать то место, до которого мы должны были выдвердить. Володя учился порядочно. Я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов, но от слез, набиравшиеся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать. Когда же пришло время говорить о Карлу Ивановичу, который, зажмурившись, слушал меня, а это был дурной признак, именно на том месте, где один говорит «Wo kommen Sie her?», а другой отвечает «Ich komme von Kaffeehause». Я не мог более удерживать слез, я от ряда не мог произнести «Haben Sie die Zeitung mit Gleisen?». Когда дошло дело до чистописания, я от слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на оберточной бумаге. Карл Иванович рассердился, поставил меня на колени, твердил, что это упрямство, кукольная комедия, это было его любимое слово, угрожал линейкой и требовал, чтобы я просил прощения, тогда как я от слез не мог слово вымолвить. Наконец, должно быть, чувствуя свою несправедливость, он ушел в комнату. Николай их хлопнул дверью. И склассно слышен был разговор в комнате дядьки. «Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву?», – сказал Карл Иванович, входя в комнату. «Да как же слышал?» «Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иванович сказал, сиди, Николай». И вслед за этим створил дверь. Я вышел из угла и подошел к двери подслушивать. Сколько не делай добра людям, как-нибудь привязан. Видно, благодарности нельзя ожидать. «Николай», – говорил Карл Иванович с чувством. Николай, сидя у окна за сапожной работой, утвердительно кинул головой. «Я двенадцать лет живу в этом доме и могу сказать перед Богом». Николай, – продолжал Карл Иванович, поднимая глаза и табакерку к потолку, – что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети. Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, как я девять дней, не сумкая глаз, сидел у его постели? «Да, тогда я был добрый, милый Карл Иванович. Теперь я…» – тогда я был нужен. «А теперь…» – прибавил он, иронически улыбаясь. «Теперь дети большие стали. Им надо серьезно учиться. Точно они здесь не учатся». «Николай?» – «Как же еще учиться?» «Кажется», – сказал Николай, положив шило им, протягивая обеими руками дратвы. «Да теперь я не нужен стал. Меня не надо прогнать. А где обещание? Где благодарность?» «Наталью Николаевну я уважаю и люблю Николай», – сказал он, прикладывая руку к груди. «Да что она?» «Ее воля в этом деле все равно, что вот эта». При этом он с выразительным жестом кинул на пол обрезок кожи. «Я знаю, чьи это штуки и от чего я стал не нужен. От того, что я не лечу и не потакаю во всем, как иные люди. Я привык всегда и перед всеми говорить правду», – сказал он гордо. «Бог с ними. От того, что меня не будет, они не разбогатеют. А я, Бог милостив, найду себе кусок хлеба». Не так ли Николай? Николай поднял голову и посмотрел на Карла Ивановича. Так как будто желая удостовериться, действительно ли может он найти кусок хлеба. Но ничего не сказал. Много и долго говорил в этом духе Карл Иванович. Говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил. Мне очень больно было это слушать. Говорил о Саксонии, о своих родителях, о друге с моим партном в Шанхайт и так далее. И так далее. Я сочувствовал его горе, и мне больно было, что отец и Карл Иванович, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга. Я опять отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о том, как бы восстановить между ними согласие. Вернувшись в классную, Карл Иванович велел мне встать и приготовить страдь для писания под диктовку. Когда все было готово, он величественно опустился в свое кресло, и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее. В ожидании продолжения, написав последнее слово, я посмотрел на него. — Пунктум, — сказал он, с едва заметной улыбкой, и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради. Несколько раз с различными интонациями, с выражением величайшего удовольствия прочел он это изречение, выражавшее его задушевную мысль. Потом задал нам урок, из истории сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде, оно выражало удовольствие человека, достойно отомстившего за повесенную ему обиду. Было без четверти час, но Карл Иванович, казалось, не думал о том, чтобы отпустить нас. Он то и дело задавал новые уроки, скук и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворовая женщина с мочалкой идет мыть тарелки. Вот слышно, как шумят посуды в буфете, раздвигают стол и ставят стулья. Вот и Мими с Любочкой и Катенькой. Катенька, двенадцатилетняя дочь Мими, идут из сада. Но не видать фоки, дворецкого фоки, который всегда приходит и объявляет, что кушать готово. Тогда иначе, тогда только можно будет бросить книги и не обращать внимания на Карла Ивановича, бежать вниз. Вот слышны шаги по лестнице, но это не Фока. Я изучил его походку и всегда узнаю скрипьев сапогов. Дверь отворилась, и в ней показалась фигура, мне совершенно незнакомая. The end of part four. Субтитры создавал DimaTorzok